Владимирский врач вступился за давшую совет помыть пол и чиновницу. Владимирский врач вступился за давшую совет помыть пол и чиновницу 15 часов 38 минут знак авторского права управления по связям с общественностью и СМИ органов местного самоуправления города Владимира заслуженный врач России Анатолий Ильин. Знак авторского права управления по связям с общественностью и СМИ органов местного самоуправления города Владимира Ярославль. 13 января РИА Новости. В РИА вице-губернатора Владимирской области Марина Чекунова, которая посоветовала провести уборку врачам больницы, на которую жаловались президенту Владимиру Путину, и другие чиновники, отвечающие за здравоохранение региона, работают конструктивно, с энтузиазмом и во благо людей, заявил РИА Новости в воскресенье. Президент областной врачебной палаты, заслуженный врач России Анатолий Ильин. В РИА первого заместителя губернатора Марина Чекунова 11 января встретилась с коллективом больницы в Струнино, вопрос о которой был поднят во время прямой линии президента России. Встреча вызвала широкий общественный резонанс после того, как местная телерадиокомпания «Губерния-33» опубликовала на своем сайте текст, согласно которому Чекунова ответила обратившимся к ней с проблемами медикам, проблемы обсудим, но посмотрите на себя, занавески повесьте, полы помойте, бахилы где. Также сообщалось, что чиновница обратила внимание медиков на то, что в больнице пороги нечищены, регистратура с решеткой и неполитые цветы. Вчера, в 18 часов 09 минут посоветовавшая врачам помыть полы, владимирская чиновница разозлила соцсети в субботу вечером администрация Владимирской области опубликовала на своем сайте выступление Чекуновой перед медиками. На виде врезом губернатора беседует с присутствующими в зале медиками корректным тоном и не теми фразами, которые были в СМИ, при этом она действительно призывает медиков обратить внимание на чистоту, а также предлагает обеспечить учреждение бесплатными бахилами. Мы неоднократно имели возможность убедиться в открытости Марины Анатольевны для диалога. Мне пришлось уже не один раз контактировать и с ней, и с директором департамента здравоохранения, и выезжали туда, в Струнино. В принципе все, что на сегодняшний день прорабатывается и предлагается, предлагается во благо населения, заявил Ильин. По его словам, в РИИ вице-губернаторы и другие чиновники от здравоохранения области поддерживают тесную связь с Минздравом России. Областные власти, отметил собеседник агентства, заинтересованы оптимально и правильно решить вопрос восстановления Струнинской больницы. Вчера 21 час 55 минут ведущие российские врачи помогут в развитии больницы в Струнино, они рано с утра, еще ни свет ни заря, едут в Министерство, ни свет ни заря, едут в Александров. То есть это люди, которые неравнодушны. Кроме этого, они профессионально адекватны. Мне ведь уже не 18 лет, я работал в различных администрациях в свое время, и был директором департамента в свое время, и я вижу, что сегодняшняя администрация абсолютно приятные люди, с которыми приятно общаться, которые конструктивно мыслят и конструктивно решают. Очень мобильный, подчеркнул собеседник агентства. При этом, по его словам, некоторые струнинские активисты и местные жители, вставшие на защиту больницы, не хотят строить конструктивный диалог с властью. Мы должны сегодня находить какие-то оптимальные решения в реальных условиях, а они требуют, что было 30 лет назад, и пусть так и будет. Хотя ситуация меняется и по составу медицинских кадров, и по постановке задач и так далее. У нас сердечно-сосудистые патологии в Александровском районе доминируют, и мы должны сделать так, чтобы все проблемы решить, а они требуют 40 психиатрических коек. Куда столько? Консерватизм – полнейший эгоистический подход. И самое главное, не хотят разговаривать, отметил Ильин. 16 марта 2018 года, 17 часов 08 минут Путин рассказал о системе сохранения финансирования в здравоохранении, в то же время чиновники, по словам Ильина, подходят к ремонту больницы и ее оптимизации взвешенные с привлечением профессионалов. С жалобой на закрытие больницы в Струнино к президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии в июне 2018 года обратилась инициативная группа местных жителей. Они назвали главной проблемой закрытие детского отделения. Занимавшая в тот момент пост губернатора региона Светлана Орлова также в ходе прямой линии опровергла закрытие отделений. Она сообщила о выделении из областного бюджета 68 миллионов рублей на ремонт Струнинской больницы. Президент поручил Минздраву РФ совместно с администрацией Владимирской области до 31 декабря 2018 года обеспечить в Струнино проведение капитального ремонта зданий районной больницы и детской поликлиники, а также оснащение современным медицинским оборудованием районной больницы, в том числе детской поликлиники. В декабре 2018 года руководство Владимирской области заявило, что избранный осенью губернатор Владимир Сипягин направил письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой о продлении срока исполнения поручения президента России до декабря 2019 года.